Добро пожаловать на канал Цвет Настроения! 6 сентября этого года, в день рождения Юрия Шатунова, которому могло бы исполниться 49 лет, в СМИ появилась информация о том, что Андрей Разин судится с родственниками Юрия Шатунова. Разин подал касационную жалобу по делу о правах на хиты легендарного коллектива «Ласковый маль». И, как заявляет адвокат Давы Шатунова, в планах у продюсера судится женой покойная музыканта и его двумя несовершеннолетними детьми. В ближайшее время состоится первое судебное заседание по данному делу. Напомню, экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной скоропостижной смерти певца стал обширный инфаркт. Перед самой смертью Юрий Шатунов выиграл многолетнюю тяжбу с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным, который уверял, что права на хиты, включая «Белые розы», ему еще в нулевые за символическую сумму передал основатель группы Сергей Кузнецов, а Шатунов со своей стороны доказывал, что документы о передаче сфальсифицированы. Особенно чудовищным в данной ситуации кажется тот факт, что Разин является крестным отцом сына Шатунова. Накануне он даже поздравил своего крестника Дениса с 16-летием. Разин записал публичное обращение к мальчику, в котором даже намекнул на возможное сотрудничество. «Ты уже взрослый, нам нужно держаться все вместе и работать, чтобы группа «Ласкового мая» процветала, чтобы темные времена закончились», – написал экс-продюсер. После внезапной кончины экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова его близкие, 45-летняя вдова Светлана, сын Денис и дочь Эстелла унаследуют всю его недвижимость. А это особняк Германии, квартира в Москве, апартаменты в Сочи. Кроме того, им автоматически переходят права на песни, которые исполнял Юрий, и, к сожалению, суды. А после разразившегося скандала с появлением информации о возобновлении судебных тяж, экс-продюсер Разин выступил с заявлением о том, что ему не все равно, что происходит членами семьи Шатунова, и все его действия направлены на предотвращение возможной катастрофы. Разин напомнил, что произведения «Ласкового мая» как и одноименный товарный знак, зарегистрированы в США. Поэтому все решения судов, которые выносят Российской Федерации, не являются правомочными на территории США. В связи с чем продюсер заявил, что если вдова Шатунова предъявить за рубежом решение российского суда, то у нее могут забрать все имущество в качестве компенсации за нарушение закона иностранного государства. В связи со всем вышесказанным на ум только приходит крылатое выражение «Благими намерениями вымощена дорога в ад». А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!